Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Павел и его команда приехали к вам сегодня на помощь А кто-то у нас такой маленький Как тебя зовут? А это у нас? Ну говори, как тебя зовут Ну не хочет, не хочет Как зовут малыш? Ангелина Ангелина Ангелина, просто Ангелина Ангелина? Знакомимся, пойдем же знакомиться В этом большом ухоженном доме Татьяна живет с сыном Сашей Дочерьми Вероникой и малышкой Ангелиной Все в доме Рыженковых спорится и ладится Аккуратное подворье Тут все находится на своих местах Огород как по длинеечку Кругом цветы, цветы При всем желании Глаз не зацепится за какую-либо лишнюю деталь Татьяна мать-одиночка Ее главные помощники – дети Но работы по дому и хозяйству в деревне всегда много И тут, как говорится, никакая помощь лишней не будет И поэтому мы здесь Сразу оговорюсь, дел у нас немало Сегодня мы покосим траву перед домом Распилим и перенесем дрова А еще Татьяна попросила заглянуть на кухню Не так давно она купила мойку И ее необходимо закрепить Не забываем и про лайфхак от Катерины Балуковой А еще подарки для хозяев дома Приготовили друзья нашей программы Но всему свое время Пора пилить и складывать дрова А помогут нам ученики Ходисовской средней школы Живу здесь, считай, с рождения В этом доме Этот дом построил мой дедушка И мне в нем комфортно, уютно Здесь я в Ходисах, в Мстиславле Родила своих детей И здесь живу давно уже Никуда не переезжали мы Дети учатся в школе Девочка уходит в садик маленькая Еще есть старшая девочка, которая учится В Орше, в колледже У вас трое детей У вас такое большое хозяйство Такой большой дом Все ухожено, как справляетесь? Ну, справляюсь, сами видите Что все получается Ну, потихоньку Как бы своими силами Где кто помогает Ну, постороннюю помощь, конечно Нуждаюсь и часто Ну, обращаюсь По мере возможностей Вот так вот Выживаем А вот ребята Они как-то маленькие Но они вот друг за другом Как общаются? Помогают друг другу? Они друг друга любят Жалеют Они все время друг с другом проводят Потому что мне мало времени Не за ними присмотреть Как бы иногда Прось, старших прошу Старшая воспитала Сашу Вероника А Саша уже нянчает Ангелину Павел и его команда Приехали в агрогородок Хода Сын Стеславского района Мы помогаем многодетной маме Татьяне Рыженковой Начали пилить дрова И складывать их в поленицу В работу включилась ребятня Саша и малышка Ангелина Еще нам предстоит покосить траву И не забываем про лайфхак От Катерины Балуковой И подарки от друзей нашей программы Предприятие Магатекс Ну, а прямо сейчас Мы отправляемся на кухню Так, Татьяна, рассказывайте Что нам нужно сделать И какая у нас работа в доме Ну, вот я недавно себе приобрела кухню И нужно закрепить моечку Так как у меня А что с ней не так? Моечка отдельно продавалась Поэтому ее нужно закреплять креплением Крепление есть? Да Вот крепление Если вы мне можете это сделать Я вам очень буду благодарна Приступаем к работе Хозяйка может быть свободной Встретимся с вами Хорошо Мойка – один из основных элементов кухни Ее наличие необходимо в такой же степени Как и холодильника, плиты или стола Среди большого ассортимента кухонных раковин Представленных на современном мебельном рынке Огромной популярностью пользуются Именно накладные мойки Они просты в монтаже Удобны в использовании И имеют сравнительно небольшую цену Установка накладной мойки Процедура несложная Но в нашем случае есть нюансы Помните, сначала устанавливается и крепится мойка А уже потом фиксируется смеситель и сифон У нас все наоборот Страху большого в этом нет Просто работать неудобно А в целом последовательность следующая Крепление прикладывается к углу Между внутренней стороной стенки подстолья И ее верхним торцом Карандашом намечается место прорези В 5 мм выше низа отметки Вкручивается саморез длиной Не превышающий толщину стенки Процедура повторяется для каждого из креплений Впрочем, работа эта не самая зрелищная Поэтому милости просим на лайфхак с Катей Балуковой Будет интересней Татьяна, Саша, Ангелина Как вы думаете, что из этого мы можем сделать? Вот из того, что у нас есть под рукой Вот такие брусочки, доска, кисточки, краска А у меня тоже одежка есть Тоже есть? А что из нее можно сделать? Как ты думаешь? Повесить одежку Одежку повесить? Правильно угадала Ну а для начала, для того, чтобы покрасить нашу досочку Я предлагаю вам такую необычную технику Мы сделаем паутинку Я покажу, и мы продолжим Паутинку делаем с помощью малярного скотча Приклеиваем его к доске Образовывая на поверхности геометрические фигуры Асимметрия в данном случае будет фишкой поделки Ну а если вы ярые перфекционисты Вам подойдет вариант шахматная доска Следующий шаг Вооружаемся кисточкой и разноцветными красками И закрашиваем каждый элемент Цветов может быть сколько угодно Мы выбрали нежные, не броски, а фиолетовый Желтый, розовый, зеленый и белый Какой цвет будешь? Желтенький? Нет Какой? Вот этот Красный? Да Давай, бери Красный Саш, ну ты зеленый красишь Давай, красишь Я буду красить желтый Ага Крась, крась Раскраш По малярному скотчу можно красить смело За границу лучше не доходить Ой, ты уже зашла? Давай, помой Ой, как красиво Рисовать любишь? Да А что, любишь рисовать? Девушку 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 Девочек любишь рисовать? Принцесс, да? Принцесс Коники все есть Еще коников рисуешь? А коники как? Пони И гу-гу Ага Когда все элементы будущей вешалки закрашены, моем руки и ждем, пока высохнет краска Павел и его команда приехали в агрогородок Ходос и Мстиславского района Мы помогаем многодетной маме Татьяне Рыженковой Мы уже распилили дрова и сложили их в поленицу Впереди нас ждет покос травы И не забываем про подарки от друзей нашей программы предприятия Магатекс Катя Балукова приступила к лайфхаку В работу включилась и Татьяна с малышами А пока у них сохнет краска, самое время принимать работу на кухне Все, надежно сделано, надежно запрещено, самое время позвать хозяйку Татьяна, принимайте работу Можете дергать смело Хорошо, спасибо Теперь болька у нас зафиксирована Спасибо, будем теперь мыть ручки и вас вспоминать Попробуйте Спасибо вам огромное Скажите, Татьяна, а как вы вообще Живете только с детьми Как управляетесь сами по хозяйству Женщине-то это далеко не просто Я вот посмотрел, четыре крепления, но были не закреплены Ну, понимаете, это просто с годами уже Само собой привыкаешь Делаешь все как обычно Не знаю, мне не тяжело С тремя детьми и одной Так получилось Я же как бы не виновата, что в жизни судьба у меня так сложилась, правильно? Ну, а чтобы все было совсем уж хорошо, я отправляюсь за подарками Мы едем к друзьям нашей программы на предприятие Магатекс и пока я в пути, моя помощница Катерина вместе с Татьяной и малышней идет на экскурсию Вот это наш дом, я здесь родилась и до сих пор живу У меня трое детей Я всех их люблю очень, они мне помогают Вот здесь у меня клумбы везде, я очень люблю цветы Сажаю их постоянно, покупаю новые, рассаживаю Короче, занимаюсь цветами и ягодами Самое любимое, это роза Она вот именно мой цветок, который я очень люблю И сажать, и она как-то приживается больше Ну, вот, мне нравятся Остальные цветы Ну, я сажу, потому что много места Вы сами понимаете, что надо все это прополоть Ну, а что здесь еще на окраине садить? Геля, а твой какой любимый цветок? Вот этот еще Роза? Да А это колючее, и это все колючее Чем пахнут розы? Вкусно Вкусно? Да Лилия нравится тебе? Это стойка Это микрофон? Да Да Покажи мне цвет любимый здесь Какой? На этой клумбе Вот этой Лилия, желтенькая? Да А это ламазки А это ламазки? Да, а это тоститые А ламазки любишь? Да А ягоды у вас в огороде вкусные есть? Да Покажи Вот они, ягодки Зреют Нет Да Что мы еще садим? Гряды там всякие Помидоры, огурцы Овощи, да, в основном Овощи Овощи Воречка, ягоды, крыжовник То есть все на зиму себе заготавливает Конечно Варенье варим Компоты закатываем А варенье какое любимое у тебя? Мое Вишневое У меня липучки Лукиные А что за липучки? Это мама подарила А они мне лукиные Так это же какое-то растение Это каштан, Ангелина Да А что с ним можно делать? Гулять Это твой велик? Да А где ты на нем ездишь? Скажи, во дворе Поздравляю Часто? Да Каждый день катаешься? Да Это мячик? Да А что на нем делать можно? Пыгать Прыг-прыг? Да Все, все, все Дальше не надо прыгать Ангелина, здесь осмарь Попадешь Это у нас Зал такой Это прихожая считается Ну это дом такой Что здесь планировка Две комнаты Свои деревенские дома Они в основном Ой, а вы шьете, да? Да Мы шьем Здесь всякие поделки делаем Вот Это вот я шью Сама перешиваю Там вещи иногда Сама себе И все это умеет Да, все умею Дальше у нас зал Угу Ох Где мы проводим Свободное время Зимой Смотрим телевизор Летом Но на телевизор Смотреть некогда Книжки есть какие-то здесь? Уроки делаешь? Книжки С школьного забрали Но мама мне Книжки еще купила В четвертом классе Литературное чтение Читать любишь? Да Брешь Библиотеку детскую есть Нет, не, не, не Не Павел и его команда Приехали в агрогородок В ходу с Мстиславского района Мы помогаем Многодетной маме Татьяне Рыженковой Мы уже распилили дрова И сложили их в полевницу Покосили траву И надежно закрепили Мойку на кухне Катя Булукова Приступила к лайфхаку И в работу Включилась Татьяна С малышами И не забываем Про подарки от друзей Нашей программы Предприятие Магатекс Самое время продолжить Наш лайфхак Элементы вешалки Высохли Снимаем с основания Малярный скотч И прикручиваем крючки С помощью саморезов И вуаля Все готово Осталась самая приятная часть Прикрепить вешалку И начинать использовать Ее по назначению Понравилась идея? Берите на вооружение А взамен делитесь Своими наработками В области ручного творчества И присылайте их в гостевую Нашего сайта tvrmogilov.by Или по адресу Город Могилев Улица Первомайская 83 Можно сказать Та-дам А вы тоже Пам-пам Вам нравится? Да Очень спасибо большое Тебе нравится новая вешалочка? Да А чем она тебе нравится? А я Много можно повесить, да? Да А она цветная еще Классная? Да Обновки в доме Даже если они совсем маленькие Всегда дарят хорошее настроение И дополняют уют жилища А если вещица сделана Своими руками Да еще и с любовью То это вдвойне А то и втройне ценно Отказывать себе В таких приятностях Не стоит Творите Но это еще не все приятности Которые мы подготовили Для наших героев Впереди подарки От нашей команды И друзей Программы Предприятия Магатекс Подарок для Татьяны и Малышей Вручает сам Генеральный директор Предприятия Магатекс Матиевич Виктор Аркадьевич Мы дарим Вот это наши скатерти Наверное это очень важно Что в обиходе Каждой хозяйки Дома есть скатерть И конечно очень важно Чтобы она была Ну скажем так Удобна в применении Длительного использования Она была красива Она была комфортная И естественно Она имеет Грязеводоотталкивающий эффект То есть она выдерживает Чай, кофе, вино Любые продукты То есть они легко Очень убираются С поверхности ткани И наверное Очень комфортно То есть ее нужно Меньше стирать Она лучше используется И вот именно этот Который продукт Мы считаем сегодня Очень популярный Во многих ресторанах Кафе В общем-то СНГ За рубежом Во многих странах Мы поставляем То конечно Мы хотели Чтобы таким же Удовольствием И таким возможностям Пользовались И наши герои Нашей программы Скажем лучше Один раз увидеть Чем об этом рассказывать Мы берем кофе Которое подготовлено И наливаем На нашу скатерть Может она Немножко постоять И самое главное Здесь мы Когда так получается Все бежим Быстренько что-то стирать И все прочее Здесь мы берем Просто бумажную Обыкновенную салфеточку И которая Мягко промокая То есть Отпетен не остается Если да Да Мы видим Что кофе убирается И самое главное Что очень важно Что это делается На горизонтальной поверхности Многие компании Вот мы видели Рекламу французской фирмы Которая берет Под уклоном Наливает на нее Кетчуп И тут же Сливает Струей воды Ну понимаете Да Это можно Слить струей воды Все что угодно А мы говорим о том Что Да Она не успела Здесь мы говорим о том Что мы легко Просто салфеточку Выбираем Естественно Что она может быть Еще долго Использоваться В хозяйке В хозяйстве При необходимости Конечно Все равно Она немножко Там Немножко загрязняется Вы ее постирали Ее проглазили утюгом И минимум 50 стирок Она выдерживает То есть вы 50 раз Можете постирать Она не теряет свойств Потом немножко Они снижаются Ну я думаю Что уже к этому времени Нужно будет Новую красивую скатерть Приобрести человека Ну что ж Большое вам спасибо за помощь Спасибо вам И хорошего вам настроения И спасибо вам За то что вы делаете Такую программу Чтобы день завершить Такой праздничной нотой Мы подготовили вам Сюрприз От друзей нашей программы Компания Магатекс Мы дарим Вот такой вот сюрприз Спасибо вам большое Различные скатер Для того чтобы В вашей семье Всегда было уютно Был полон стол Было полно радости И любите друг друга Спасибо вам большое Будем вам вспоминать Когда будем чай пить За праздничным столом Большое огромное спасибо Вашей семье будет очень много И счастливых моментов Радостных моментов Ваш дом полон уюта Радости А должно быть еще больше Сегодня нам удалось Не только выполнить Стандартный список работ Которые предусмотрены проектом Но и перенять важный опыт Принципы которым Пожалуй стоит следовать всегда Много работать На работе над собой И над отношениями в семье Быть позитивным И верить в свои мечты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин